Я всех приветствую, дорогие подписчики и гости нашего канала. Меня зовут Данил и добро пожаловать. В сегодняшнем ролике быстро покажу, что с собой положить в тревожный рюкзак. Поехали! Хочу сделать небольшой акцент на том, что данные предметы представлены конкретно в нашем шоуруме. То есть тут нет предметов, которые есть на удаленном складе. Это все ассортимент нашего шоурума непосредственно здесь в Москве. Конечно, этот набор будет неполным, поскольку сюда можно добавить еще много чего интересного. Но вот эти предметы, они нужны, уж поверьте мне на слово. Набор быстрой медицинской помощи. Он достаточно большой по комплекту и вот что в него входит. Это маска медицинская, перчатки медицинские, устройства для проведения искусственного дыхания рот в рот, жгут кровоостанавливающий, бит марлевый, салфетки марлевые медицинские, ликопластырь, кровало-спасательное, изотермическое, ножницы для разрезания повязок, инструкция по оказанию первой помощи и непосредственно вот такая вот сумочка. Все достаточно компактно упаковано и в случае чего может оказать первую помощь практически при любой ситуации. Далее, моток паракорда, неважно какого цвета, главное, чтобы был толстенький и длиной 10,5 метров. В данном конкретном случае именно вот такой моток. Изначально он был создан для строп в парашюте, но теперь используется для темляков, но своей сути этот паракорд не утратил. Это по-настоящему крепкая и действительно надежная веревка, которая в случае чего может в некоторых моментах помочь. Далее, небольшой алмазный брусок для того, чтобы быстро подправить подсевший режущий инструмент в полевых условиях. Тут две стороны, одна более грубая, это 50 на 40, и вторая более финишная, это 20 на 14. Он практически ничего не весит, однако при таких габаритах он действительно сможет спокойно подточить ножичек и даже его сделать до бритвенной остроты. Потом, мультитул любой. В качестве примера просто покажу свой викторинок спирит, но можно взять и ганзовский, и лазермановский, просто мультитул, чтобы в случае чего перерезать колючую проволоку. Также в нем есть пассатижи, которые помогут открыть вам некоторые двери. Ну, конечно же, напильник по металлу, в моем случае, и так далее, и тому подобное. Мультитул вещь очень полезная, как в случае чрезвычайной ситуации, так и просто для города. Не уходим далеко от этой темы, и, конечно, советую взять с собой тактическую ручку. Ручка сама вам вряд ли пригодится, но зато большинство из них оборудованы стеклобоем. Из карбида вольфрама, который действительно царапает и бьет стекло. Лично такая ручка у меня была, я проверял, и работает прям с первого раза. Штука хорошая, ну и, конечно, ее можно будет использовать как куботан или ивару. Ну, это делать все-таки не стоит. Конечно же, советую взять с собой фиксированный нож. Неважно какой, не слишком дорогой, чтобы было не жалко его использовать. Например, вот такой кизляр ПП Отус, ну или же стандартную Мору. Почему я положил внимание на Отус? У него длинный хвостовик, наплавленная рукоятка из Эластрона, сталь АУС-8, которая не ржавеет, и она неприхотлива в обслуживании. Достаточно высокие спуски, то есть и порезать может. Ну и сведение достаточно толстенькое, порядка 0,6-0,7 мм. Что означает, что нож выдержит большое количество нагрузок. Сами же ножны у него пластиковые. У него имеется система крепления моли, то есть можно повесить как на разгрузку, так и на пояс. Ну и в целом довольно-таки клевый ножичек, особенно если предстоит действительно тяжелая работа. Ну или же Мора, чуть более такой бюджетный вариант и чуть более деликатный, поскольку скандинавские спуски, они достаточно ломкие даже на нержавейке. Однако в руке сидит, ну как и любая другая Мора. Очень хорошо и заполняет прям полностью. Чтобы совершенно не бояться за то, что при работе, например, у вас рука соскользнет на и так достаточно цепкую рукоятку ножа, предлагаю взять вот такие вот тактические перчатки. У них прорезиненная сама ладонь, также имеются прорезинные части на костяшках и на пальцах. Ладони у нас все-таки две и повредить их до такого состояния, чтобы невозможно было что-то держать в руках, все-таки совсем неприятно. А тактические перчатки от этого спасут. Если говорить о сохранении тепла, то к нам в шоу-рум поступили вот такие вот грелочки от компании Zipo. Данная конкретная работает 12 часов на бензине от каталитического элемента. Штука очень интересная, можно использовать как для обогрева рук, так и для обогрева непосредственно тела, если положить в нагрудный карман. Ну и, конечно же, если говорить о Zipo, то советую все-таки взять зажигалку. Любую, совершенно неважно какую, просто Zipo это надежно, они достаточно устойчивы к ветру. Ну и бонусом ко всему этому, поскольку и грелка, и зажигалка работают на бензине, вот такой вот небольшой вот бочонок с бензинчиком от Zipo. Конечно же, советую взять фонарик и сменные аккумуляторы к нему, чтобы в темном месте вам всегда было чем осветить себе путь, не используя при этом фонарик в телефоне, поскольку они все-таки достаточно маломощные, а тут тысяча-полторы люминов, и можно всю комнату, если фонарик направить в потолок, осветить спокойно. Ну и в конце концов, советую взять вот такую поясную сумку от компании Kividition. Здесь три основных отдела и три дополнительных. Первые три основные, это достаточно глубокие отделы. У них система крепления Fastex, также есть возможность вытащить вот такой вот мешок, который на резинке, чтобы туда не попадала вода, и она водонепроницаемая. Тут есть крепление для фонарика, есть небольшой кармашек для какой-то мелочевки. В общем и целом, поясная сумка от Kividition действительно будет крутым выбором, особенно если у вас рюкзак небольшой по объему, и нужно какие-то быстродоступные предметы иметь при себе всегда. Вот будет отличным вариантом. Как я и сказал ранее, это далеко не полный набор тревожного рюкзака, который вы можете взять с собой. Однако у нас есть комментарии, и конечно же вы наши дорогие подписчики, поэтому смело пишем комментарии, что еще докинуть в тревожный рюкзак, так сказать, обмениваемся опытом и знаниями по этой самой тематике. А я на этом моменте буду с вами прощаться, всем удачи, до новых встреч на нашем канале, пока!